Как мы видим, двери практически во все отделы торгового центра «Мармелад» сейчас закрыты. Попасть можно только в магазины первой необходимости. Путь до них намечен красной лентой. По ней можно дойти до продуктового аптеки и отдела с товарами для детей. И несмотря на то, что в последнем продают игрушки, на соседних полках с ними стоят и товары первой необходимости. Детское питание, памперсы. Поэтому отдел открыт для посещения. С введением ограничений система приема посетителей в торговый центр осталась все та же. На входе измеряют температуру и просят надеть маску. Изменился только поток людей. Значительно уменьшился. Видимо, интернет работает. Люди в курсе, что сегодняшний день работает только перекресток, аптека и детский мир. Из-за того, что там детское питание продается. То есть работают только магазины, где продаются товары первой необходимости? Да, вы верно говорите. А вот салоны связи все закрыты. И работают и отделы с одеждой, обувью, электроникой и посудой. На время локдауна закрыли кинотеатр и места, где можно перекусить. Все для того, чтобы уменьшить скопление людей в торговом центре, а за ним и поток заболевших коронавирусом. Стоит отметить, что сделать укол от ковида в Мармеладе все еще можно. Только теперь мобильный пункт вакцинации перенесли прямо за стены торгового центра на улицу. Впрочем, и очередь переехала вместе с ним. Некоторые люди стоят здесь за прививкой уже несколько часов. Но вытерпеть их не очень просто. На улице холодно, туалеты в магазине так же, как и большинство отделов, опечатаны. А у многих, кто пришел сделать укол от ковида, впереди еще несколько десятков человек. Ну с восьми часов как все так и стоим. Терпимо вообще? Не хочется покинуть? Хочется покинуть. Мы уже и замерзли, и ругаться устали. Конечно, не боюсь заразиться. У меня, во-первых, маска, и во-вторых, я уже где-то здесь рядом. У меня немного осталось. Сколько стоите уже? Ну, наверное, где-то ориентировочно, если уточнить, ну где-то час, наверное. Как думаете, сколько в очереди еще постоит? И тяжело ли стоять? Холодно. Так не тяжело, но холодно. Ну, часа два, думаю. Может больше. Мобильный пункт вакцинации у Мармелада будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Но теперь можно сделать вывод, что прийти уже заранее и занять очередь. А главное, не забыть с собой маску, чтобы не заразиться коронавирусом, стоя в очереди за прививкой от него. Мария Зверева, Максим Лебедев, Новости, Новгородское областное телевидение.